Всем привет! Я вновь рад вас видеть на канале Дэнни Хэлл. И сегодня у меня очередной обзор моих покупок с фикс прайса. Что же, пора начать. И начнем мы, пожалуй, с таких вот, с такого вот ножа и вешалки. Итак, нож я взял за 99 рублей. Вот он написано, что он выдвижной. В комплекте 5 штук запасных лезвий. Давайте откроем и посмотрим. При необходимости его можно сложить и повесить на ремень. По качеству нож достаточно острый. Чем-то похож на канцелярский. Еще на дачу я взял вот такую вот вешалку. Называется вешалка на дверь. Стоит она 77 рублей. Размерами 38 на 22 сантиметра. У нее есть 5 крючков. Она металлическая. Думаю, на дачу очень удобный вариант. Производство Китай. Нержавеющая сталь. В детских товарах я взял вот такую формочку 3D-сову. Из нее, с помощью нее можно лепить как из снега, но и как вариант из песка тоже. Вот такая вот форма. Форма плотная. Стоит 77 рублей. Еще я взял вот такую вот надувную песочницу для кинетического песка. Удобная надувная песочница с высокими бортами не позволит песку высыпаться в процессе игры. Размеры 60 на 60 сантиметров. Производство Китай. Стоимость 77 рублей. Еще вот у нас появились вот такие вот раскраски. Это шрифт Келли Дикий Запад. Стоимость 77 рублей. Здесь почему-то как-то непонятно. В комплекте идет игрушка из тачек. Вот такая вот машинка. Вот такая вот раскраска. С небольшим комиксом понизу. Заинтересовала вот еще вот такая вот игра. Называется Автомобильные пробки. Развивает логическое пространственное мышление. Это захватывающая головоломка. Стоимостью 199 рублей. В наборе одна игровая платформа. 12 маленьких машинок, 2 больших машинки. 53 игровых карточки. 5 уровней сложности и 10-12 игровых комбинаций. Выберите одну игровую карточку и вставьте ее в ячейку игрового поля. Расставьте машинки на игровом поле, платформе, согласно цветам и размерам, указанным на карточке. Для того, чтобы начать вывозить красную машинку из образовавшейся пробки, двигайте другие машинки вперед-назад. Внимание! Машинку нельзя двигать вбок или оторвать от платформы. Игра заканчивается, когда красная машинка доберется до выезда. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри вот такой набор. Это как раз, я так понимаю, большие машинки. И маленькие. Набор игровых карточек. Сейчас открою и посмотрим. Это получается комбинация. Как надо выстроить машины, чтобы потом из них выбираться. Это уровень продвинутый. Приобрел вот такую вот еще барабанную установку. Стоимостью 99 рублей. Образец себя музыкантом называется. Сейчас посмотрим, как ее открыть. В наборе идут вот такие барабаны яркие. Барабанные палочки. Барабанные палочки. Железочки. Блинчат. Опа. Опа. Знаете, получается такая маленькая барабанная установка. Думаю, ребенку в ней играть будет достаточно интересно. Все, конечно, достаточно хлипкая. Вот у меня получилась вот такая барабанная палочка. Вот смотрите, достаточно невысокая. Вот здесь, кстати, было как ее собрать. Как это все выглядит. Высотой она не больше полуметра. Я все так же продолжаю покупать детские книжки. Сегодня мне приглянулась у издательства «Малыш» вот такая вот «Снеж» и «Ижинка», «Леденящая история» издательства «Малыш» и «Веселая история про Хрюшу». Стоит данные книжки 199 рублей. И здесь идет рассказ про настоящего поросенка. Как обычно, у издательства «Малыш» все картинки очень яркие, интересные. Текст очень четкий, читабельный. Мне нравятся у них книжки. Сзади вот такое вот содержание небольшое. «Малыш» и «Ижинка». Это издательство «Аст». Но тоже, хотя вот здесь «Малыш» написано, вот здесь пишут они, что это издательство «Аст». Может, они как в этом месте вступление. И куча красивых иллюстраций. Вот такую историю проезжать, я считаю, будет интересно читать. Вы просто посмотрите, какой заяц, какие ежики. И все это опасный преступник. В конце, как обычно, идет оглавление. А также небольшая настольная игра. Прогулка по снежному городу. Особое задание. Повторять идеи воспрещается. Потребовалась мне тетрадка. Вот такую тетрадку взял на 48 листов. Просто обычная тетрадка. В клетку. Клетка яркая. Бумага. Обычная, хорошая. С видом Венеции. Еще взял, по запросу жены, купил вот такие шарики. Стоят они 55 рублей. Кстати, также стоят эти тетрадки. Продолжил я покупать арахис. Взял вот в этот раз жареный арахис. Без добавления соли. Изготовитель ПК СУЗ. Город Домодедово. Состав ядра арахиса жареного. Откроем, посмотрим. Вот, в принципе. Обычный арахис. Жареный. Ну вот и все. Все мои покупки в этот раз закончились. Если интересно, ставьте лайки. Спрашивайте в комментариях. Вот и все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok